МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда-то по этим местам проходил шелковый путь. Караваны направлялись к Уйбату, столице кыргызского Каганата. Отсюда и уникальные петроглифы, возраст которых датируется 5-7 веками до н.э. Первым их описал археолог Андрей Яшев примерно лет 100 назад. Обозначил площадь Большой Боярской Писаницы, чья высота 1,5, а длина почти 10 метров. По разным данным здесь находятся от 130 до 160 наскальных рисунков. Здесь представлены разные типы жилища. Это и деревянные дома, четырехугольные, и изображение здесь представлены юрт. Очень интересная конструкция с такими загнутыми углами, крыши. Немножко напоминает китайскую архитектуру. Она была представлена у нас здесь, в Хакасии. Рядом с жилищами показано изображение котлов. И, вероятно, эти сцены связаны с ритуалами, с погребальными обрядами, которые проводились здесь где-то населением, проживавшим в окрестностях этих памятников. А проживали здесь многочисленные племена тагаров, родоначальников тюркской рунической письменности, общей тюркской культуры. Поэтому выездной семинар для гостей Всероссийской научной конференции организаторы Министерства образования и науки Республики, а также Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории решили провести в этих заповедных местах. Валерий Кемеев, профессор кафедры археологии Кемеровского университета, в Республике не в первый раз, но писанницу Боярскую видит впервые. Поражен, восхищен и тем, как сохранился памятник тагарской культуры, и тем, как собираются его охранять в дальнейшем. В Монголию мы сейчас в последний раз 4 года ездим. Там памятников по численности больше, но по эффектности таких писанин я не видел. Там есть наскальные рисунки, вот такие более примитивные, такие вот разнообразия, жилищ вот таких, целых комплексов. То, что они музеи придумали здесь, районные власти делают, интересно. И очень важно обсудить спорные вопросы сохранения национальных культур, ощутить единство. Это наши общие тюркские корни, потому что наша конференция посвящена не только хакасскому этносу, но она охватывает, наверное, более широкий круг народов, проживающих не только в Южной Сибири, но и в целом в Центральной Азии. Отсюда неподдельный интерес к форуму, участие в котором приняли около 100 человек. Ученые нашей республики Новосибирска, Кемерово, Якутска, Хабаровска, Улан-Удэ. Чтобы обсудить состояние хакасского этноса на рубеже 20-21 веков, именно так называется конференция. Надежда Алдамакова, ведущий научный сотрудник НИИ алтаистики, приехала из Горноалтайска. Тема конференции хакасской этноса на рубеже 20-21 веков, она актуальна не только для хакасской науки, но и для террорологии алтаистики в целом. И даже сама проблема докладов, сама проблема конференции, проблема, которая ставится в выступлениях и докладах, она очень близка и актуальна для алтайского народа. По той причине, что у нас близкие тесные взаимосвязи по грамматическому и по другим строю близкие языки и по историческим путям тоже очень близкие два народа. И мне кажется, что те проблемы, которые будут подниматься на этой конференции, они актуальны в целом для ученых, которые исследуют проблемы народа, истории, языка и другие проблемы хакасского этноса, они актуальны для всех тюркских народов, населяющих этот регион. Серьезных проблем действительно немало. Одна из жизненно важных – исчезновение хакасских диалектов, особенно Кызылского. Исследования в этом направлении в Хакасе ведутся не первый год. В прошлом Хакнияли выиграл федеральный грант. Родион Сунчугашев, ведущий сотрудник сектора языка, больше 20 дней провел в экспедиции. Побывал в 20 населенных пунктах Ширинского, Джинькидзевского, а также Шарыповского, Ужурского районов Красноярского края, где раньше компактно проживали кызылцы. Сегодня следует констатировать, что в этих районах носителей практически не осталось кызылского. К примеру, возьмемся село Ураки, Хакасское. Урак – это Шариповском районе, где в 50-х годах 71% населения этой деревни составляли кызылцы Хакаса. Сегодня мы нашли там всего 5 семей, но среди них нет кызылцев. Есть Сагайская семья, есть Качинская семья, а кызылцев нет. Положение катастрофическое, причин несколько. Во-первых, численность кызылцев сократилась почти на 3%, не говоря о носителях, среди которых в основном люди пожилые. Во-вторых, в 50-х годах, когда создавался литературный хакасский язык, за основу были взяты качинские и сагайские диалекты. В-третьих, там, где смешанное население, часто язык большого народа вытесняет национальный. Но главное, убежден Виктор Кривоногов, профессор Сибирского федерального университета, который изучает процессы много лет, нельзя искусственно сохранить язык. Очень сложно. Через школу, через прессу сложно. Главное, чтобы родители учились детей с детства говорить на этом языке. Если это есть, язык сохранится. Но если даже родители с детьми разговаривают по-русски, то тогда школа уж тут не поможет. Впрочем, развитию, изучению, пропаганде хакасского языка внимание в республике уделяется большое. Ежегодно победители конкурса учителей родного языка участвуют во всероссийском мастер-классе. Студенты ХГУ, которые будут преподавать хакасский в сельских школах, дополнительно получают стипендию из бюджета республики. В рамках республиканских программ выделяются гранты на поддержку национальных школ. Сегодня тысяча детей по республике русских изучают, в том числе, хакасский язык. Сегодня 72% всех детей хакасской национальности изучают хакасский язык. Но опять, это же большей частью Аскизский район, Таштыбский район, Беський район. И как вы слышали сегодня из выступления доктора исторических наук Ливоногова, что вот там, где у нас проживают Орженикидзовский район, хакас в Орженикидзовском районе, в Ширинском районе, это уже намного меньше. Здесь нет желания большей частью и некомпактное проживание. Там, где компактное проживание, такие как Малый Спирин, Трошкино, Ширинского района, там везде организовано изучение языка. Теперь акцент на возрождение диалектов. К примеру, уже издан разговорник «Поговорим по-казылски». В этом году во время экспедиции проведены исследования ситуации, сложившейся в отношении носителей живой разговорной речи представителей казылского диалекта. Более того, материал зафиксирован на диктофоны, камеры, чтобы потом ученые могли провести исследования особенностей фонетики, лексики, грамматики. Выработать алгоритм действий, который изменит положение в лучшую сторону. Изложили его в резолюции и участники Всероссийской конференции. Подкрепили статистическими данными, отметили динамику изменения отдельных групп населения, сравнили с началом 20 века, периодом существования Советского Союза, состоянием современным, а также, что особенно важно, указали перспективы. История жена чрезвычайно важна для того, чтобы определиться, а что делать дальше. И не зря сегодня выступающие говорили о том, что итогом конференции станут рекомендации, которые будут переданы в том числе и органам исполнительной власти для принятия управленческих решений. Чрезвычайно интересно сегодня проходит конференция в плане именно исторических исследований, тех выводов, которые делают ученые. Хотя, казалось бы, некоторые вещи являются вполне очевидны, но именно научное их объяснение говорит о том, что нужно корректировать свою деятельность. Для органов власти это тоже важно, поскольку в реализации различной государственной политики, в образовательной политике учитывать и понимать, и представлять, что будет, скажем, через пять лет, сколько людей будет изучать хакасский язык, что нужно предпринять, чтобы как-то исправить или спасти ситуацию, улучшить ситуацию с изучением, например, хакасского языка, с сохранением хакасской культуры. Все конференции проводятся для какого-то подведения итогов по той или иной проблематике и для расширения, в общем-то, международных и вообще не только международных культурных связей, прежде всего с теми учеными, с которыми мы на протяжении долгих лет работаем. Поэтому данная конференция позволяет и нашим ученым, языковедам, литераторам посмотреть в те общие наши тюркские корни, посмотреть не только современную историю, но и познакомиться с историей хакаси в древности. Культуры высокоразвитые, насчитывающие тысячи уникальных памятников, в списке которых Копенский Чиотас – один из самых значимых. Самый большой могильник 8-9 веков насчитывает около 40 курганов. Стоит только посмотреть, да, действительно, здесь грандиозная вещь. Причем, видать, это место какое-то было не только для данного периода, очень важное, потому что вокруг здесь и Тагарские курганы, и Акуневские стелы, и Карасукские. То есть все культуры, которые здесь друг друга сменяли, здесь, видимо, было какое-то такое особое место, потому что очень много захоронений разных культур. Можно сказать, это местный мавзолей или Красная площадь того времени, где хоронили самых всех правителей 7-8 веки нашей эры, когда здесь было вот это великое кыргызское хакасское государство. Государство, земли которого овеяны легендами. Даже в названии Чиотас в переводе «Камни войны» – предание о том, что древние богатыри во время смертельной битвы бросали друг в друга огромные глыбы, которые вонзались глубоко в землю и оставались там навечно. Впрочем, нет ничего вечного. Никогда богатейший могильник эпохи кыргызского государства был еще в 18 веке разграблен местными жителями. Тем не менее, в 40-х годах 20-го во время раскопок все же удалось обнаружить несколько кладов с посуды из золота и серебра. Вес этого богатства, что хранится сегодня в Московском государственном историческом музее, больше 5 килограммов. О стоимости даже говорить не приходится. Возможно, поэтому до сих пор среди черных копателей упорно ходят слухи о несметных сокровищах, которые скрывает Копенский Чиотас. Поистине бесценных сокровищах эпохи могучего древних аккарского государства, когда были заложены основы уникальных культур, сохранившихся до наших дней. КОНЕЦ